Продолжаем наш телемарафон на Укрлайф ТВ, посвященный Крыму. И говорить мы будем сейчас вместе с экспертами Украинской Хельсинской группы по правам человека Дарьей Свиридовой и Максимом Тимачко. Здравствуйте. Здравствуйте. И сразу хочется у вас спросить, ведь Украинская Хельсинская группа известна своей поддержкой политзаключенных. И вот вроде бы где-то сейчас в Киеве, может быть, даже завтра будет какая-то акция в поддержку. Расскажите подробнее. Да, действительно, Украинский Хельсинский союз по правам человека, юристы, адвокаты нашей организации очень много работы проделывают по оказанию правовой помощи семьям политзаключенных и непосредственно в защите прав политзаключенных. На сегодняшний день мы можем говорить о более чем 60 человек. Это граждане Украины, узники Кремля, которые сегодня находятся в местах несвободы или ограничены в свободе на территории оккупированного Крыма или на территории Российской Федерации. Завтра действительно в час дня возле администрации президента будет проходить акция, которая инициирована объединением родственников политзаключенных Кремля. В общем-то, ключевым требованием и целью этой акции является один вопрос. Вопрос встречи родственников политзаключенных с президентом Украины по вопросу оказания помощи этим политзаключенным. И, безусловно, вопрос номер один для каждой семьи. Вопрос освобождения наших граждан из плена, которые сегодня фактически являются заложниками Кремля. Этот вопрос номер один. Родственники политзаключенных хотят задать президенту страны, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что, наверное, только в администрации президента сегодня фактически могут вестись какие-то более-менее компетентные переговоры с страной-агрессором. Относительно обмена и освобождения наших заключенных, фактически никакого какого-то формализованного органа или структуры в государстве, которая бы отвечала за политзаключенных, на сегодня нет. И, в общем-то, в том числе и с этим связано обращение и надежда объединения родственников политзаключенных. То есть, в том числе и будет обращение с запросом, чтобы был создан такой орган или структура. Важно отметить, что сегодня при Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц создано дел по защите прав политзаключенных, но он только начинает свою работу. И на него мы возлагаем, безусловно, большие надежды по координации работы всех государственных структур и органов власти, по той работе, которая будет нацелена на помощь и защиту политзаключенных наших. Мы помним, что по большей части сейчас все вопросы политзаключенных решаются, можно сказать, по произволу той стороны, как, например, возвращение акта МЧГОЗа. Все мы помним, было принято абсолютно независимо от действий украинской стороны. Тем не менее, я помню, что акции проходили тоже в поддержку и напоминаем, насколько это важно участвовать в подобных акциях. Ну и основной темой, которую хотелось бы обсудить с вами, это вот все важные такие административные, юридические вопросы для людей, которые продолжают проживать в Крыму, но тем не менее хотят каким-то образом участвовать в украинской общественной жизни. И вот поговорим о паспортах, о документах, о возможностях для пересечения вот этой административной границы и, наверное, о возможности для участия в выборах. Ну вот, с чего бы вам хотелось начать? Начать можем с чего угодно. В принципе, может быть, как вводную скажу, что, наверное, этот блок вопросов будет касаться поддержания правовых связей жителей оккупированных территорий с государством Украина. Безусловно, мы понимаем, что на сегодня контроль Украины не распространяется на эту территорию фактически, но территория Крыма все еще остается и является территорией нашего государства. И граждане Украины, безусловно, нуждаются в поддержании как правовых связей, так и получении множества услуг, которые гарантированы именно государством. И возможность получения таких услуг у наших граждан, которые живут на оккупированной территории, наступает с момента пересечения ими КПВВ с оккупированными территориями. То есть выезда с оккупированной территории на материковую часть Украины. Это и услуги, которые предоставляются в сфере документирования фактов. То есть это факты рождения, смерти, заключения брака, расторжения брака, изменения имени. Это и услуги нотариальные, это услуги по оформлению прав собственности и множество-множество иных услуг, которые невозможно реализовать без коммуникации с органами власти Украины. Возможно, мой коллега расскажет детально. Декілька слов. Хотел бы сейчас повернуться до попередней темы. Буквально две тези про политических вязнів. У нас у связи с збройным конфликтом появилось, что не менее четыре группы людей, четыре категорії, которые, в принципе, на уровне законодательства не защищены. Серед них это безвестные снижения в период с збройного конфликта, как в Крыму, так и на Донбассе. Это заручники, которые были получены бойовиками или незаконными збройными формированиями, власне, цивильные особи, військовополоненные, которые были участием в боевых действиях и были захоплены. И четвертая категорія осіб – это, власне, политические вязни, которых Российская Федерация незаконно переследует, перемещает по всей территории Российской Федерации. И пока что ж одна из этих категорій не защищена на законодательном уровне. То есть, нет никакого закона, который бы регулировал их правовый статус и поддержку родичам, поддержку как финансово, так и поддержку правового. Возвращаясь к административным послуг, я бы хотел начать, прежде всего, с, мабуть, наиболее актуальной, как на мой взгляд, вопросом документации фактов народа и смерти. Потому что обеих этих фактов, они створяют очень много правовых следов. Ну, например, свидетельство про народжение дитини нужно для того, чтобы в подальшому дитина могла отримать паспорт громадянина на Украине, навчаться в украинских школах. Ну, власне, это вопрос правосубъектности. Как можно переселиться по державе, по Украине, если у вас дитина не имеет документов. И, конечно, это большая проблема. И это первое, что крымчане думают про то, когда у них народилась дитина на окупованной территории. То есть, отримать для нее документы. И, конечно, факт смерти, потому что после этого наступают юридические наслідки, связанные с падкованием. И поэтому для того, чтобы оформить правильно спадщину, нужно свидетельство про смерть украинского зразка. И тут у нас, в Украине, есть, певная такая проблема, связана она с наявностью наразе судовой процедуры, которая была принята в 2016 году. Это был, на самом деле, достаточно большой крок в системе захисту прав крымчан, потому что на тот момент была, иснувала загальна процедура. То есть, если у вас на окупованной территории народилась дитина, нужно было пройти достаточно долгий шлях, в несколько месяцев, чтобы признать, что там действительно народилась дитина, для того, чтобы отримать свидетельство про народжение. Однако, благодаря правозахисным организациям и окремим парламентарям удалось внести изменения до процессуального законодательства и передбачить специальную судовую процедуру, чтобы было легко оформить свидетельство про народжение. Но и эта судовая процедура, которая сейчас существует, она также достаточно сложная для граждан, потому что они вимушены не просто витрачать гроши на то, чтобы пересекти КПВВ, для того, чтобы найти тут место проживания тимчасового, я уже не скажу за певні побутові речі, для того, чтобы проживати и годовать свою родину в этот час, так. А потрібно сплачувати також судовий сбір, потрібно вибрати формальні відмови в органах реєстрації цивільного стану. Після цього треба готувати заяву, яку не всі громадяни можуть підготувати, і не всі знають про те, що надається безоплатна правова допомога. Після цього вони стикаються з певними формальними перепонами безпосередньо в суді, тому що судова практика є досить, знаєте, неоднозначною, судді по-різному тлумачили ту чи іншу норму закону. Деякі не приймали жодні документи, які надають люди, а вони можуть надати тільки свідоцтва про народження, які їм видаються окупаційною владою. То есть получается по-російському законодателю? Саме так. Їм видають в Криму російського зразка свідоцтва про народження, видають медичну документацію, і вони надають це судді, тому що з огляду на міжнародні стандарти, які існують під час збройного конфлікту, такі документи повинні враховуватись державою, щоб не було порушень прав людини, щоб не було втручання їхнього приватного життя. Ну, скажімо так, позиція такова, що нам важливо розуміти, що ті факти, які відбуваються на окупованій території, можна, условно, розділити на два типи. Перві – це те, які відбуваються в независність від волі державства. Государство ніким образом не влиє на то, родиться дитина чи ні, умрє людина чи ні. Це відбувається. Їдинственне, що дозволі зробити государство, відбувається відповідний документ, зарегиструвати цей факт, щоб людина могла реалізувати те чи інші права. Є якісь якісь факти, які, безусловно, завісять від волі державства, наприклад, регистрація права собственности, приватизація, начислення якихось соціальних услуг. Ми ж говоримо, що проблема з регистрацією цих фактів, які не завісять від волі державства, які неизбежно продолжають происходити на окупованій території, і люди нуждаються в документах надлежащого образця українського, вона сегодня не решена надлежащим образом України, к сожалению. І все ще люди поставлені в необхідність проходити цю сложну процедуру судебну, о которой говорив моя колега. Наша ж позиция, що подобна процедура можна бути доступна для граждан, які живуть на окупованій території, в равних условиях, як і для жителей всей остальной України. А як она проїсходит для жителей всей остальной України? Любой гражданин може просто прийти в орган Іракса і получить соответствуючий документ. Сделати це за один день просто і фактически бесплатно жителі оккупованій території не може. Нікакій, на наш взгляд, законній цели у государства нашого настільки ограничити права граждан України на оккупованій території, щоб установити таку сложну процедуру, ну, нікакій цели законній ми не видим, например. Фактически суди сегодня підменяють просто собою орган Іракса. Нікакої можливості проверять, наскільки достоверна інформація в документах, які віддали оккупанційні власні, по большому счету у судов нет, тому що вони поставлені в рамки такой ускоренной процедури специально. Вони должны очень быстро, немедленно изучити поданні доказательства і винести решення об установлении того чи іного факта, смерти чи рождення. Що, по сути, лишає суда можливості провести полноценну процедуру, якщо б ми допустили мысль, що там якісь ненадліжащі доказательства, принесли спорні факту. Тобто позиція наша і правозащитних організів, такова, що люди з оккупуванних територій Крима должны мати можливість проходити таку ж адмінпроцедуру, приносити документи, виданні на оккупуванних територіях. Орган Іракса може брати інформацію із цих незаконних документів к сведенью, і на основі цього віддавати надліжащі украінські документи, і цей факт ніколим образом не буде признавати легітимність відданних на оккупуванній території документів. Якщо ж у сотрудника органа РАКС є обоснованні сомнення, що не все документи принесі, які підтверджують різні різня, чи в інформації, яка в них зроблена, є якісь обоснованні сомнення у сотрудника, у сотрудник може вносити і там отказ письменний, і з цим отказом, і з доказателістами, зробленими, чоловік йде в суд, і вже в нормальній, полноценній судебній процедурі доказує факт рождення і смерти на оккупуванній території. Сьогодні ж, я повторюсь, фактично суды просто підміняють органи РАКСа, просто фактически дуже швидко точно також приймають інформацію з тих документів, виданих на оккупуванній території, і після чого людина фактически йде і отримує в органі РАКСа ці документи. І сама судова процедура не є однаковою, тобто один суддя може розглядати одну і ту ж справу зовсім по-різному. В одній справі він змушує заявників допитати свідків на дати додаткових, які підтвердять, що людина народилася або інша людина померла. В деяких випадках можуть змусити провести експертизу на батьківство для того, щоб підтвердити, що ця дитина дійсно від цих батьків. Але, знову ж таки, це дуже дорого. Тобто ще з новорожденим дитком пересекати всі ці лінії і проходити всі ці процедури? Наскільки це складно? Складно, дорого? Це складно і дорого, тому що навіть сама експертиза, ми не можемо, як суспільство, забезпечити фінансування, проведення експертизи кожної дитини. Це насправді дорого. І, звичайно, що така судова процедура зараз є досить складною, я вже не кажу, за саму підготовку документів. Ну, і, в общем-то, вся суть проблеми сводиться к нікому політичному рішенню. Тобто, ми ж не оспарюємо того факту, що Росія – країна-окупант. Не оспарюємо. Це встановлено в законодавстві нашому. Ми не оспарюємо того факту, що на сьогоднішній день фактически Російська Федерация осуществляє контроль над цей територією, вдає там свої документи, встановила там свої оккупационні органи власти підконтроль на їй. А, соответственно, як на страну-окупантів, ми возлагаємо ряд... Международне право возлагає на Росію ряд обязательств. В тому числе, то, о чому говорив моя колега, страна-окупантів должна документировать эти факты рождения лиц на оккупированных территоріях. Ми же со своей стороны фактически одним жестом говоримо, що да, це країна-оккупантів, вона должна виконувати свої обязательства як країна-оккупантів і нести відповідь за все, що відбувається на оккупированной территорії. А з іншої сторони, ми відказуємося йти навстрічі нашим гражданам, які оказались в условіях оккупации і самі же не соблюдаємо норму міжнародного гуманітарного права. Просто для примера того, що це исключительно политический вопрос, а не правовой, по нашому мнению. Буквально недавно Верховной Радой Украины принят закон, законопроект 71-63, якщо не ошибаюсь, так называємий закон о реінтеграції Донбасса, в котором, например, содержится норма о том, що все документи, выданные оккупационними властями незаконними формуваннями на оккупированних частях Донецька і Луганська областей признаются незаконними, не влекут никаких последствий, кроме документов, которые фиксируют факт рождения і смерти. То есть, фактически, якщо цей закон буде підписан президентом, то для лиц, які проживають на оккупированной территории частей Донецька і Луганська областей, эта проблема исчезнет, але вона все ще буде оставаться для жителей Крыма, де фактически ситуація більше очевидна. Росія не відріцає своєї контроли і оккупации Крыма, в отличие, наприклад, от указанних частей Донецька і Луганська областей. Тем більше, що російські документи, там, де б вони були не відані, вони все ровно признаються і миром, і даже в Україні само, допустим, російський паспорт при пересечіні границ. Безусловно, все, кроме тех, які видано на оккупированные території. Ну і вот, получается, наскільки важна эта проблема, що те люди, які, скажімо, не зайнялись оформлением українських свидетельств о рожденні, тобто, допустим, я тебе ребенок родился в 2014 году, то це вже 4 роки. 4 роки ребенку. Прежде чем ми розкажем о последствиях, як це важна, я просто приведу немного статистики. Да, во-первых, це 4 роки. Ежегодно на території Крима рождаються десятки тисяч, більше 20 тисяч дітей оделись, тисячі людей умирають. Все эти факты остаються незадокументированими Україною. Ми проводили с нашими партнерами организации из Львова СИМ исследование небольшое на эту тему, і фактически, согласно нашему исследованию, в среднем Украина документирует надлежащими документами украинского образца не більше 20% фактов рождения смерти, в среднем, очень грубо, я сейчас говорю, в среднем, который происходит на оккупированной территории Крыма. Вот давайте мы представим просто на минуточку. Завтра Украина восстанавливает контроль над территорией Крыма. Сколько тысяч, десятков, тысяч людей, рожденных на этой территории, граждан Украины, рожденных на оккупированной территории, окажутся без документов? Сколько людей, сколько фактов смерти останется незадокументированным? Какой сразу в один день ТЕГАР ляжет на органы власти Украины с документированием и проверкой этих фактов? И какое, что тоже немаловажно, поле для мошеннических действий останется? Вопрос о собственности особенно? Безусловно. Ну и вообще, я так понимаю, если это затягивать, то там уже, скажем, 15-летний ребенок, он же не сможет получить, наверное, уже свидетельство о рождении, потому что он уже, скорее всего, получит российский паспорт в Крыму и российское гражданство. То есть, вот как там в случае, если разрешение этого вопроса затянется на долгие годы, то как тогда этим людям снова возвращать себя в Украину? То есть, они уже будут расти с основанием того, что они никак к ней не относятся. Звучайно, ситуация, про которую вы зазначили, если у дитиней уже будет, припустим, так, 15 лет, то, конечно, это все будет уже не так просто, как сейчас, но нужно понимать несколько тестов. Теза, первое, будь-який паспортный документ, так называемый гражданство Российской Федерации, которое получено в Крыму, не визнается Украина как, вообще, чинным и не несет никаких юридичных наследствий. Тобто, для Украины все громадяни, которые родились на территории Крыму, это первая теза. Теза, другая, звичайно, не будет никакой ответственности для детей, если они прострочили на несколько лет отримание свидетельства про народжение. Но, я упускаю, что, когда уже дитиней будет 15 лет, очень много кримчан из тех, о которых мы сегодня говорим, хочет, чтобы их дети учились в украинских вишах. Для того, чтобы учиться в украинских вишах, нужно и свидетельство про народжение, и, соответственно, потом отримать паспорт громадянина Украины, для того, чтобы можно было в том числе користоваться пильгами, которые надаются для кримчан, абитуриентів, которые вступают в вишние навчальные заклады Украины. И, соответственно, я думаю, что таких випадков будет очень мало из таких громадян кримчан. Но, если они будут, все равно, этот порядок установления факту народжения на окупованной территории, он будет чинным и возможным для этих громадян. В любом случае. Да, но мы надеемся, конечно, что не появится детей 15-летних, которые будут все еще без свидетельства о рождении украинского образца. Тут вы тоже захватили такую тему важную. Да, и на сегодня есть, например, дети с украинскими свидетельствами, естественно, рожденные на территории Украины, под контролем Украины до оккупации, но у которых, например, нет паспорта гражданина Украины, потому что возраст, они достигли возраста, когда можно было получать паспорт уже в условиях оккупации, когда органы украинской власти не действовали фактически на территории Крыма. И вот, например, в приемные Украинского Хельсинского Союза поступают обращения, совершенно, на наш взгляд, недопустимые с точки зрения политики Украины по отношению к жителям оккупированных территорий, обращения о том, как родители, выезжая с детьми, своими достигшими возраста возможности получения паспортного документа, выезжая на подконтрольную Украине территорию, сталкиваются с тем, что их привлекают к ответственности и штрафуют за то, что они просрочили сроки обращения и получения паспорта гражданинам Украины, 15-16-летним. Это просто, на наш взгляд, недопустимо. Политика Украины сегодня должна быть максимально лояльной к нашим гражданам, которые на оккупированной территории. Это же просто очевидно, что у людей может быть множество причин, по которым они не смогли выехать вовремя для получения этого паспорта установленный законным срок. И эта причина априори, безусловно, пока территория оккупирована, на наш взгляд, является уважительной и законодательство должно быть максимально либерально на время оккупации этой территории. И другой пример проблем, с которыми сталкиваются жители. Паспорт может быть на руках у такого ребенка или взрослого гражданина, но он, например, утерян или уничтожен по какой-либо причине на территории оккупированной. Выехать никак, например, на материковую часть официально через КПВВ такой человек не может, потому что у него нет надлежащего документа, удостоверяющего его личность. Какой вариант остается у такого гражданина Украины? с нарушением фактически закона выехать на территорию Российской Федерации, где обратиться в ближайшее консульство или посольство Украины на территории России за подтверждением факта своего гражданства, что я гражданин Украины, он может получить соответствующий документ и после этого уже заехать на подконтрольную Украине территорию и восстановить паспортный документ любой. Опять же, мы сталкивались неоднократно с тем, что таких граждан Украины привлекали к ответственности за незаконное пересечение границы Украины. Да, это факт. Выезд с территории Крыма на территорию России или любой третьей страны не через КПВВ с оккупированной территории является нарушением на сегодня законодательства Украины. Но очень важно понимать, что вот, например, вот в таких случаях, когда гражданин Украины фактически оказывается в ловушке на оккупированной территории, потеряв свой паспортный документ как, например, выехать на территорию России и обратиться в консульство или же государство Украина должно либо либерализировать законодательство свое в плане привлечения к ответственности таких граждан за незаконное пересечение границы, либо предусмотреть возможность предоставления максимального спектра административных услуг на КПВВ или максимальной близости с КПВВ с оккупированной территорией Крыма, когда гражданин такой может приехать, заявить, что он утерял свой паспорт и его бы не задерживали для установления личности, он сразу мог бы обратиться в соответствующие органы заявить о том факте, что паспорт им утерян и начать процедуру восстановления такого документа. Сегодня такой возможности нет. То есть организовать получается такие органы вот прям на КПВВ со стороны Украины? Да, мы считаем, что сегодня Украина должна за 4 года, к сожалению, разговоры такие ведутся давно, до сегодняшнего дня ни в близости с КПВВ, ни непосредственно КПВВ, граждане фактически не могут получить ни административные услуги, ни какие-либо иные услуги, которые они могут получить только на территории подконтрольной Украины для реализации своих прав. Это должно быть, этого нет. Я хотел бы еще подкреслить деколька тех своих коллег, она правильно сказала, за то, что иногда люди вимушены идти просто на порушение закону, для того, чтобы захистить свои права. И я вам скажу, что иногда даже самі органи державной влады идут на зустріч громадянам, в том числе и порушивающие закон, потому что если припустите, что у крымчанина нет никаких документов и он хочет отравить паспорт або хочет отримать паспорт вперше, он перетинает админкордон, в принципе, порушуючи правила въезду и перетину, но даёт обязанность, что он едет за отриманием документа и для того, чтобы ему потрапить назад до Крима, ему нужно взять соответствую подтверждение и анкету, что он сдал свои документы на отримание паспорта. Почему не сделать для таких громадян безпосередньо паспортные сервисы, хотя бы безпосередней близкости до КПВВ, чтобы не витрачать додатковые транспортные деньги, чтобы можно было легче вернуться до Крима, если человек проживает в Симферополе или Севастополе или Ялте. А так он должен не просто пересекать КПВВ, он должен витрачать деньги, чтобы доходить до ближнего ЦНАПа, Центра надания админпослуг и вернуться. И очень хорошо, если органы влады на КПВВ идуть на встречу, потому что они могут абсолютно формально відмовить такому громадянину. Ну и важно понимать, что даже те ЦНАПы, в которые приезжают граждане с оккупированных территорий, например, на территории Херсонской области или любой другой, они же не рассчитаны на админуслуги для жителей оккупированных территорий, они рассчитаны на оказание таких услуг для жителей области, в которой они находятся, или населенного пункта. То есть, по большому счету, выезжая в Херсонскую область, ближайший ЦНАП, ты сталкиваешься с тем, что стоит очередь из жителей, которые живут в этом населенном пункте, и ты становишься одним из участников этого процесса. Ни на какие льготные условия и ускорение очереди ты рассчитывать особо не можешь, а, грубо говоря, каждый день пребывания на подконтрольной территории, это не дешевое удовольствие для жителей оккупированных территорий. Очень часто люди выезжают просто сдать документы, просто забрать документы, оформить доверенности, и, безусловно, наличие вот такого большого ЦНАПа, даже я бы сказала не просто ЦНАПа, Центра предоставления административных услуг, а такого большого схаба, сервисного центра для крымчан, которые выезжают на подконтрольной Украине территории за очень широким спектром услуг, он не просто необходим, он остро необходим уже долгое время, и нам непонятно, почему на четвертый год оккупации государство не создало таких сервисных центров, ведь там могут оказываться не только административные услуги, услуги нотариуса, почтовые услуги, какие-то услуги, связанные с получением банковских услуг, обращение за социальной помощью, и много-много других вещей, которые прямо, возможно, не связаны именно с деятельностью центров административных услуг, но как острая необходимость для жителей оккупированных территорий, которые выезжают на подконтрольную Украине территорию, и хотят приехать в какой-то хороший большой оборудованный центр и получить там полный спектр услуг, это, на наш взгляд, остро необходимо, это то, что было бы действительно важным шагом на встречу крымчанам со стороны органов власти Украины. Простий приклад с приводу нотаріальных послуг. Чому нужно сделать и также разместить государственную нотаріальную контору на таких КПВВ? Потому что даже для того, чтобы защитить свои права в национальных украинских судах, любому крымчанину нужно надать доверенность юристу, адвокату, своему представнику. Но он не может это сделать на оккупированной территории, потому что будь-якие акты и решения, которые выдаются органами, в том числе установами и нотаріальными конторами на оккупованной территории, они не є чинными. Відповідно, звичайно, доверенность, на которой будет вказано, что, например, мисто Симферополь, республики Крим, така доверенность в принципе не может быть принята украинскими судами або іншими органами влади. Люди вимушені як правило приезжать до Херсону або найближчих населених пунктів, где есть нотаріальна контора, только для того, чтобы сделать одну доверенность. Звичайно, было бы немного простейше ее сделать на КПВВ, потому что без доверенности не можно, в принципе, людина, которая не не может захистить свои права не только в суде, а в других органах влади, когда нужно вернуться. В том числе, если нужны послуги представника або адвоката для того, чтобы установить факт народжения або смерти. Ну и вот хотелось бы подробнее узнать о самих КПВВ. Поговорю, что их вроде бы сокращается и там не самые простые порядки их пересечения. Расскажите, что вам известно об этом? На сегодня существует три пункта пропуска с въезда выезда на временно оккупированную территорию. Но фактически была информация в СМИ о том, что органы власти говорили о том, что по статистике в одном из КПВВ очень маленький поток граждан. Соответственно, возможно целесообразно его закрыть. Но скажу так, тут вопрос даже как по мне ключевой вопрос в надлежащем оборудовании этих КПВВ, в человеческих условиях прохождения этих КПВВ. материально-техническом санитарном состоянии. И это вопрос как условий прохождения КПВВ самими гражданами, иностранцами, лицами без гражданства, которые на законных основаниях могут их пересекать, так и условий работы людей, которые там находятся, представителей государства, госпогранслужбы, которые ежедневно там находятся сутками. и безусловно, на мой взгляд, сегодня то, как выглядят эти КПВВ, это условия, которые, ну, я скажу даже так, условия, которые унижают человеческое достоинство. И на мой взгляд, вообще КПВВ с оккупированной территорией Крыма это первая подконтрольная Украине некая институция, структура и представители органов власти в виде там погранслужбы, с которыми сталкиваются жители оккупированных территорий, въезжая на подконтрольную Украине территорию. Безусловно, очень важно, чтобы и сервисы, и условия прохождения были максимально адекватными и максимально отвечали бы и не унижали бы человеческое достоинство людей. Проблемы разные есть. На КПВВ возможно, из таких самых острых вопросов, к которым к нам еще до недавнего времени обращались массовые люди, это, конечно, поведение таможенной службы, которая тоже там находится, в связи с тем, что у нас действует закон, так называемый закон о свободной экономической зоне Крым, которая фактически позволила находиться там и представителям таможенной службы на КПВВ, хотя это не государственная граница, напоминаю. И до недавнего времени в полной мере действовало постановление Кабинета министров 10.35, которое фактически ограничивало провоз личных вещей жителями Крыма, ну и лицами, которые пересекают эти пункты, фактически сделало невозможным эвакуацию имущества с временно оккупированных территорий. И несмотря на то, что вот юристами нашей организации в части был отменен, но это постановление как такое, которое нарушает право собственности граждан Украины и фактически является дискриминационным, да, но несмотря на это, вот долгое время, даже по сегодняшний день, к нам поступают обращения граждан, которые жалуются, что вот, нам сказали, что вот нельзя это провести, нельзя то провести, вынудили оставить какие-то из вещей или не пропустили с какими-то из вещей. Да, это не так массово, как было, когда действовало постановление, но эти факты имеют место быть. На наш взгляд это определенные злоупотребления со стороны представителей органов власти. Более того, мы усматриваем отдельные коррупционные здесь действия со стороны представителей органов власти. Безусловно, Это не с лучшей стороны характеризует Украину. Это то, с чем нужно работать, та ситуация, которую нужно исправлять. Но не хочется драматизировать, но все же вот такие вещи есть. Просто, наверное, ключевая рекомендация к людям, которые пересекают такие КПВВ, всегда требовать от представителей органов власти объяснения законных причин тех или иных действий представителей органов власти. Если вас не пропускают или с теми или иными вещами требовать исключительно письменного отказа, ну и, безусловно, всегда можно обращаться в приемные наши организации. Вот у нас и в Херсонии есть приемная, которая непосредственно нацелена на работу с жителями именно оккупированных территорий. До речи, продолжаю, так, питание перевезения товаров. Это также относится и перевезения домашних товарен. Действительно, эта ситуация очень актуальна. До нас было, действительно, за эти несколько лет было сотни звернений с клопотанием щодо решения вопроса о перевезении домашних товарен. И, преважно, большинство наших клиентов заявляли про то, что они вимушены были давать неправомирные вигоди безусловно на КПВВ, потому что там не обеспечен ни ветеринарный, ни фитосанитарный контроль. Тобто, он не проводится, а тому не можно перевозить ни домашних товарен, ни рослини, в том числе и культурные ценности, потому что они там перевищают какие-то нормы ваги и тому подобное. Но люди обратились, они хотели, например, ввести свои, в том числе, культурные ценности, своих домашних товарен, и прямо так и заявляли, что они вимушены были пойти на порушение закону, потому что порядком это не регулировано, и с этим нужно что-то делать. Какие есть основы не пропускать людей с домашними товаренами на подконтрольную территорию, в частности, в таких случаях, когда они вообще перемещаются для того, чтобы проживать на материковой части Украины. Ну, и, может быть, еще один пример тоже важен для жителей, чтобы они помнили об этом. В первый год оккупации это было массово, с такими обращениями к нам поступали звонки, сейчас меньше, очень часто мы слышали жалобы, что вот у меня представители власти на КПВВ требовали российский паспорт, или задавали вопрос, а есть ли у вас российский паспорт, а покажите. То есть и тем самым, скажем так, провоцировали людей на какую-то, возможно, неправомерную выгоду в пользу представителей органов власти, пугали людей, что вот, у вас незаконный документ, а ну-ка мы сейчас найдем у вас его, лучше покажите сами. Просто хочу напомнить людям, которые проживают на оккупированной территории, паспорта, выданные на оккупированной территории Российской Федерации, с точки зрения законодательства Украины, просто бумажка, которая никаких последствий правовых не влечет. Ее наличие в ваших вещах, да, никаких правовых последствий, никакого наказания не влечет для вас. Это не страшно, не бойтесь этого, ну найдут у вас этот российский паспорт, это просто бумажка. Она ничего не значит с точки зрения украинского законодательства, вас не могут привлечь к ответственности за наличие у вас такого документа, поэтому я бы просто советовала людям не переживать. И действительно, раньше было больше таких обращений, сейчас меньше. Надо отдать должное, что у нас даже было сотрудничество с Госпогранслужбой, когда мы разрабатывали памятки для людей, которые пересекают КПВВ, объясняли, что могут требовать у них при прохождении КПВВ, какие виды документов, что может удостоверять личность и быть надлежащим документом для пересечения КПВВ в ту и другую сторону, что не могут требовать и что запрещено делать. И Госпогранслужба содействовала нам в распространении такой информации на КПВВ. Сейчас, к сожалению, такой практики нет, но, возможно, это тоже было бы полезно возобновить, потому что периодически такие обращения к нам поступают даже сейчас, когда, казалось бы, через 4 года оккупации уже очевидно, все знают, что эти бумажки, так называемые паспорта Российской Федерации, выданные на оккупированных территориях, по большому счету, никакой угрозы или никаких правовых последствий для Украины с точки зрения украинских органов власти не влекут. Ну и последний вопрос, который актуален не только для Крыма, но и для Донбасса. Как участвовать людям, которые там проживают во всевозможных выборах, которые скоро, в следующем году будут президентские и парламентские выборы в Украине, и как в них могут участвовать люди, проживающие в Крыму? Ну, скажем так, тут проблема в аспекте выборов местных, я бы сказала, даже не столько в выборах общенациональных, да, возможность проголосовать на выборах президента была у внутренне перемещенных лиц. Да, в первую очередь надо быть внутренне перемещенным лицом, но проблема остается в плане возможности внутренне перемещенных лиц, которые постоянно, фактически, после оккупации были вынуждены выехать с оккупированных территорий и проживают на той или иной территории подконтрольной Украине уже после оккупации. Вот у них остается проблема голосования на местных выборах. Фактически сегодня, ну, нет никакой возможности, вот я, например, внутренне перемещенное лицо из Крыма. Я проживаю на территории громады города Киева уже 4 года. Я плачу здесь налоги, я совершенно активно участвую в жизни этой громады, я работаю здесь. То есть, почему я не имею права голоса при выборе местных в местные органы власти, мне непонятно. Я считаю, что такая политика государства, которая фактически лишила внутренне перемещенных лиц возможности участвовать в местных выборах, она является дискриминационной. Ну, вот просто представим себе ситуацию, что вот я, как ВПО, которая проживаю в Киеве 4 года, права голоса не имею на местных выборах, а любой другой человек, у которого, например, есть квартира на территории Киева, но он тут не живет вообще никогда, он такое право голоса имеет, просто потому что он зарегистрирован в квартире в городе Киеве. Или, например, за день до выборов, за неделю до выборов человек регистрируется на территории Киева, и он получает это право голоса, а я нет, просто потому что у меня нет регистрации, а только справка ВПО на территории Киева. То есть сегодня даже в европейском суде уже находится объединенная жалоба нескольких внутренне перемещенных лиц из Крыма и с Востока, которые вот пожаловались на то, что действительно они лишены права доступа к участию в местных выборах, участию в жизни громады. Эта жалоба уже коммуницирована правительством Украины, и по сути там стоит один вопрос к правительству, не является ли это дискриминацией, недопуск внутренне перемещенных лиц к местным выборам. Мы на самом деле надеемся, что государство не будет ждать массы жалоб в европейский суд, все-таки разрешит эту проблему в ближайшее время на законодательном уровне, и внутренне перемещенные лица, которые фактически были вынуждены оставить территории своего постоянного проживания, уже долгое время живут в громадах на подконтрольной территории, получат право доступа к участию в местных выборах. Так а все-таки те люди, которые продолжают жить в Крыму, там на Донбассе, то есть им приходится выезжать, регистрировать себя как ВПО, и принять участие в национальных выборах? Вот такой вот вопрос. Ну, фактически, да. Ну, то есть, по-моему, тоже кажется не очень логично. Ну, объективно, на практике ситуация такова, что все жители оккупированных территорий, которые продолжают там проживать на сегодняшний день, никакого участия в политической жизни страны в виде реализации своего права голоса не принимают, к сожалению. Сегодня не просто не принимают участие в политической жизни страны, да, не могут избирать, но не могут реализовать массу иных своих прав, да, на социальную помощь, на доступ к пенсионным услугам, зарегистрировать рождение, смерть, нормальным образом зарегистрировать право собственности, да, об этом можно очень долго и много говорить, и несмотря на много разных деклараций со стороны органов власти Украины, и, в общем-то, в целом позитивных месседжей, да, в сторону жителей оккупированных территорий, да, что Крым — это Украина, что там наши граждане, что мы их поддерживаем, очень часто эти слова расходятся с делом, и люди это видят, и стоит просто пересечь КПВВ, как ты понимаешь, что, например, ты не резидент, и ты не можешь получить доступ к банковским услугам, пока не получишь справку ВПО, ты не можешь получить пенсию, пока органы пенсионного фонда не обратятся в Российскую Федерацию и не выяснят, а не получаешь ли ты пенсию на оккупированной территории, это отдельная большая история, в том числе, которая касается нарушения прав наших граждан, дискриминации и разглашения их персональных данных, и много-много других аспектов, которые, безусловно, на наш взгляд, сегодня должны быть регулированы государством Украины, никаких угроз, допустим, решения этих вопросов со стороны государственной безопасности на наш взгляд не несет, а вот сделать шаги, реальные шаги на встречу с жителем оккупированных территорий, помочь им, тем, кто действительно хочет поддерживать правовые связи с государством Украины, наше правительство должно. Ну, то есть, фактически получается, что люди в 2019 году, миллионы украинцев, не смогут воспользоваться своим правом голоса на общенациональных выборах, только если они не будут проходить все эти непростые процедуры получения справки ВПО. Ну, фактически, да. Звучит не очень оптимистично. Это сложные вопросы, но, скажем так, это вопросы, которые, ответы на которые мы ждем, безусловно, от государства. Да, люди могут судиться, люди могут поднимать в медиа, общественные организации правозащитные могут бесконечно долго и много поднимать в медиа эти вопросы, но мы вот очень надеемся на то, что государство не будет ждать вала исков в суды, и в том числе международные, все-таки, безусловно, важно подчеркнуть, что государство Украины является цивилизованным правовым государством, и все-таки права человека являются ценностью для государства Украины и для населения Украины. И, ну, мне бы хотелось все-таки такой оптимистический взгляд в будущее, иметь, что, ну, все эти сложности временные, все-таки на уже четвертом году оккупации будут как-то более оперативно решаться Украиной. Ну, что ж, спасибо вам большое за то, что пришли. С вами был Крилайф ТВ, а вы продолжайте оставаться на нашем марафоне. Спасибо.